Ну, 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 да, этот самый. Да, конечно, сюда, это где-то часа два с половиной, наверное. Потому что мне сказали потом, если на остров на этот плыть, то там тоже есть проблема. Даже мне в 11 часов на следующее утро выезжать, и непонятно, сколько там идет этот катер, какие заезды. А от берега до аэропорта, это потому что там два с половиной часа. А так же, я вам говорю, подул мне прям самый притык, это никак. Я напрягу никакого не хочу. Да, не нужно. Это интересная была беседа с чуваком одним, который, значит, я позовусь со строителем, который строит, сейчас будет вилла здесь, возможно. Четырехспальная вилла с четырьмя туалетами. Где-то вот тут уже, где-то такое хорошее, говорит, с видом, все, вроде, что, да. Значит, четыре, четыре, как бы, туалета, там, джакузи и так далее, да, все. То есть, можно сдавать потом четырьмя семьям. Двести двадцать за каждую. Сейчас, как хорошо, да, сейчас начну. Двести двадцать за каждую. Понимаешь? Двести двадцать, что сейчас там? Так, ладно, я думаю. А нет, за все, за все четыре двести двадцать. То есть, ты можешь сдавать их за сто шестьдесят в день, наверное, понимаешь? Не знаю, сколько занято. То есть, вообще, оказывается, что это выгодным бизнесом. Да, это точно. Я сейчас, знаешь, гостиницу нашу заказал на завтрашнюю ночь. Пятьдесят долларов. По интернету? Да. Через Агоду. Агоду я тоже пользуюсь. Через Агоду. Как детей. Да. Как детей. Знаешь, вот тут же, стоят, вот тот же самый номер. Да, да, да. Вот она. Агода, booking number, все, пожалуйста. Гранд Виско. Еще очки заработаешь. Да, еще очки. А ты даже себе большие получил очки. Да. А я что-то ни разу не пользовался этим очками. Я с тысячелетом долларов получил очков этих. Да? Ладно, кто из вас начинает? Да, давай. Ну ладно, я понял. Тогда я буду ориентироваться сам. Это будет последняя сессия до церемонии закрытия. Меня зовут Кристи Спейн. Моя коллега Сузан Чамас. И она сейчас... То есть... В общем, тысяча пятьсот бат. Поэтому, да, когда я вижу, что люди все так разбросаны по залу, то тогда мне нужны как бы голоса, чтобы у меня... Чтобы у меня глаза были тоже как бы индивидуально друг от друга действовали, как у ящерицы. Поэтому, пожалуйста, подойдите все по центру, чтобы мне легче было на вас смотреть. Мы начнем сейчас. Примерно через минуту мы начнем. Может быть, через пару минут. Мы начнем. Идем сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А если по EGF вам как бы не нравится, только об этом говорите вообще на любую тему Итак... Продолжение следует... Если кто-то хочет сейчас встать с этим джентльменом и организовать очередь, то, пожалуйста, сделайте это Спасибо за возможность того, что вы предоставили нам Я из Global Voices И... У меня была прекрасная возможность Продолжение этой недели Я завязал очень много контактов Работал вместе, связался со многими другими такими же уроками И... Главная озабоченность Это то, что гражданское общество и организации Которые принадлежат так называемому гражданскому сообществу Я понял... Я понял... Интересно, что, да, мне кажется, что они фактически представляются какие-то частные или правительственные же группы Хотя они как бы скрываются под рекламой, что они гражданская община там и так далее Многие из гражданских вот таких вот организаций, которые приходят из Марокко, например А я из Марокко сам У них нет фактически ресурсов для того, чтобы взять полететь в Бали там и так далее Но они могут все-таки посылать имейлы А я хотел спросить вообще Это вопрос идет о финансах Где, как они находят ресурсы для того, чтобы можно было посылать людей, чтобы посылать это в такие конференции, как вот эта конференция и так далее Поэтому я могу говорить об одной группе, потому что я сам из Марокко тоже Довольно много чего происходит в Марокко Должно быть два марокканских делегата здесь, в Бали Я практически не смог их найти Я искал, но не мог найти И может быть они уже сейчас, да, проверили, как литература и на пляже сейчас загорает Но дайте мне, пожалуйста, пару минут Зачитать одно изъявлений одной гражданской организации в Марокко Это организация Вот так идет Мамфин Кинч 18 сентября Али Алу, служу на листом сентября И который на арабском языке он редактирует Лакон.ком И он писал о каких-то известных личностях, политических личностях в Марокко Он написал после этого И там была, да, там была ссылка Как-то на ПВС, когда здесь была опубликована И там было, значит, да Якобы это связано с Алкаеда было И сейчас теперь оказалось так, что его Обидели в том, что когда какую-то материальную помощь И что он нарушит его террористический О, что он является То есть находится сейчас в Казабланке, в тюрьме Как в качестве террориста И это, естественно, привело к большой компании Которую поддерживала как международную, так и в национальном плане И несколько сайтов, которые были заблокированы Его сайта И вот такого рода фильтры, которые на уровне просто АСП делается и так далее То это означает, что свобода выражения в Марокко ограничена сейчас Это довольно-таки большой риск И что за последние годы как раз произошло расширение Эта свобода выражения Больший доступ был к интернету Движение 20 декабря Которое это как бы то, что Можно сравнить с арабской весной Это мы тогда фактически работали свободно Но сейчас Получилось так, что после большой компании Один педофил там и так далее Было, значит, что да Поэтому вот то, что произошло сейчас Это Мамкофиш Осуждает это И мы призываем к его освобождению И о том, чтобы все обвинения Выдованные про него были бы сняты И чтобы все фильтрование Которое на уровне АСП Которое проводилось Да, чтобы его не было Чтобы оно было снято Меня зовут Шадия Бусара Я из динамической коалиции И инвалидности По доступу инвалидности Я хочу сейчас сказать о том Что происходило Потому что это одно из Наилучших АДЖФ В АДЖФ В которых мне придется Принимать участие И поэтому люди Естественно ценили то, что Страна оказала Какой прием нам был оказан И так далее По-моему, в этом году Произошло нечто Важное То, что секретарь АДЖФ Всю работу, которую они провели И все, что они вложили Все усилия, которые они вложили Мы видим сейчас Достаточно много прогресса В этом плане О том, как доступ был Как были все вовлечены В это и так далее Были вопросы, конечно Которые касались Вопроса О удаленном участии И так далее И были технические вопросы Мы сообщим об этом В нашем отчете И укажем В отношении будущих АДЖФ В отношении того Если кто-то Захочет принимать удаленное Но тем не менее Все-таки Благодарим Принимающую сторону Прекрасно Получить Вот такой позитивный фидбэк Сейчас Дама вы Может быть выступить Да Я из Китая Я дули Я буду говорить На китайском языке Я из Министерства По промышленности информации Из Китая Китайской народной республики Сначала Прежде всего От имени китайской делегации Я хотел бы благодарить Страну Которую принимало Наше правительство Интодезии За То, что вы Так прекрасно Организовали эту конференцию Хочу благодарить Особенно организации Такие как Секретариат IGF Я хочу сейчас Сделать несколько Наблюдений Несколько замечаний В отношении Этой конференции Прежде всего Этой конференции Сотрудничество Многостороннее сотрудничество По управлению Неинтересно было На основе Концентуса Мы сейчас понимаем Что необходимо Правительство Международное Частные секторы И Гражданское сообщество Принимать участие Однако Необходимо нам иметь Четкое распределение Обязанностей До того В отношении Всех сторон И Нужно сейчас Это делать Для цели Общественного Интереса С тем Чтобы Интернет был Свободным Стабильным По всему миру Не только Для одной Какой-то Определенной Страны Или Для какого-то Группы Стран А и Наконец Все Стороны Сейчас Начинают Понимать Насколько Важно Сейчас Заниматься Этим Вопросом Управления Интернетом Потому что Глубинная Массированная Снежка Сейчас Интернета Которая Сейчас На которую Обратило Внимание Международное Сообщество Это Показывает О том Как легко Можно Нарушать И Злоупотреблять Властью В интернете Однако Самая главная Причина Это То что Есть Большой Разрыв В управлении Интернетом В настоящее время Что касается Бразийского Делегата Как он Сказал Уже Сейчас Настало Время Для того Чтобы Посмотреть Найти Какое-то Новое Направление И Начать Следовать Принципам Многостороннего Демократического Управления Которое Было Создано На Саммите Буисиса И Наконец В-третьих Нужно Будет Также Следовать Принципам Консенсуса Мы Хотим Поддерживать Свободу слова Права человека И так далее Поэтому По всему миру Все это Люди поддерживают Это Однако Мы должны Понимать Что Принципы Такие Как Развитие Многосторонность Там и так далее Это тоже важно Для развития Интернета Это настолько же важно Мы Приветствуем Предложение Которое Поступило Бразилии Для того Чтобы Можно было Принять У себя Саммит В апреле 2014 года По интернету Мы верим В то Что Саммит Сейчас Внесет Новый Вклад В управление Интернетом И его развитие Спасибо Спасибо Следующий Пожалуйста Я из Группы Голлой Стратеги Крис Я Хочу Сказать Сказать С того Чтобы Поблагодарить Сначала Секретариат Организаторов И так далее Которые Оказали Такое Что Прекрасно Все Работало Логистика Была Отличная И так далее Безопасность Была Прекрасная И кофе Было Достаточно И так далее И еды Там И так далее Поэтому Это тоже Прекрасно Было В этом плане Поэтому Тоже Как бы Большие улучшения Посреди Прошлым Годом Сейчас Поздравляю В этом Еще Одне Что я Хотел Сказать Это О том Как были Уникальные И отличаются От прошлого Форматы Я Был И Когда я был Там Ведущим Одной Дискуссии У нас Было Очень Интерактивно Все это У нас Было Всего 30-35 Минут Но у нас Примерно 25 человек Выступили И Молодежь Которая была Там Она Покинула Комнату Последствия Какие Другие Посещали Там Они Чувствовали Себя Что это Было Поэтому Такого Очень Гибкий Формат Потому Что С Участом Аудиторию Счастье Аудитории И так далее Это было Очень Я скажу Вам Сразу Что За пределами Конвенции Люди Смотрели На Твиттер И так далее И вот Эта Сессия Именно Она Звучала Была Очень Интересной Другие Люди Говорили Тоже Да Было Прекрасно Себя Было Именно Этой Молодежной Сессии Потому Что Это Было Действительно Исключительно Поэтому Поздравляю Вас Если Больше Нет Никого Можем Пойдем Сейчас Домой А Нет Нам Нужно Будет Церемония Закрытия Все Таки Это Опять Таки Открытый Микрофон На любую Тему Я Да Поэтому У меня Еще Немного Времени И Если Никаких Других Замечаний Больше Нет Никто Не Хочет Сказать А Сегодняшнюю Утренние Сессии И так Далее Я вижу Нет А вот Идет Микрофон Да На секунду Пожалуйста Мы хотели С чем-то Поделиться Ну От имени Наших Групп Но Сейчас Вот Вот Должен Человек Подойти Подождите Секундочку Пожалуйста Поэтому Да Мы пришли Одна За многих Только Сессии Здесь Поэтому Мы Просто Спешили Поэтому Благодарю Вас Да Да С удовольствием Я подожду Вашего Выступающего Господин Бонг Из Хонконга Это Я был Много лет Очень скептически Относился КДФ Но Я уже Сейчас Не такой Скептик Учитывая Вот Те Вот Динамику Того Что происходило Здесь Поэтому Поздравляю Вас С этим Поэтому Как и на Последней Сессии Я думаю Что Глядя на Формат Можно Посмотреть С тем Чтобы Сейчас Презентации Были бы Более Короткими Буквально Одну Два Минуты Как это Было На Наш Сессии Потому Что Столько Много У нас Экспринт Всяких Знаний И так Далее Поэтому Если Я Могу Сейчас Найти Какой-то Механизм Семь Чтобы Как-то Начать Больше Почать Диалог Здесь Столько Таланта Сейчас Поэтому Было бы Хорошо Чтобы Опять-таки Принять Использовать Этот Талант Поэтому Поэтому Опять-таки Нужно Как можно Больше Данных О людях Которые Будут Выступать На сессии Потому Что Тогда Будет Лучше Взаимодействие Будет Да Что Касается Длинной Презентации Это То Что Мы Каждый Год Об Этому Говорим И Всем Говорим Что Пожалуйста Очень Короткие Презентации Делайте Но Каждый Раз Говорит Это Все Делать Я Полностью Согласен С вами Что Люди Как-то Сегодня Хотят Подольше Выступить Да Спасибо Я Один Из Координаторов Это Кокос По Управлению Интернетом Я Хотел Бы Сейчас Быстро Среагировать На Мысль Что Некоторые Гражданские Гражданские Общества На Самом Деле Не Являются Тем Чем Они Себя Представляют И Что Гражданское Общество Когда Они Говорят О Гражданском Сочетстве Я Хотел Бы Это Может быть Создать Категорию Создать Это Много Черточка Другие Потому Что Если Мы Создадим Какие Стандарты Для Того Что Является Гражданским Обществом То Тогда Эти Стандарты Это Не 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 Должны Отметать Людей Которые Не Попадают В Эту Категорию Потому Что Все Должны И 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 Так Далее Но Поэтому Не Каждая Организация Может Назвать Организацией Гражданского Общества И Поэтому Если Нет То Если Поэтому Да Если Вы Никуда Не Подпадаете В Категорию То Вас Всех Кладут В Одну Корзинку Это Может Быть Не Лучший Путь Спасибо Я Очень Интересован В Том Что Это Вопрос Был Об Этому Как Люди В Этой Если Кто То Знает Что Такое Гражданское Гражданское Общество Вообще По Моему Это Вообще Включает Всех Людей Но Может Я Не Прав Да Ольга Спасибо Крис Спасибо За То Что Я Получил Возбужд Я Олга Кавальян Я Представляю Правительство Аргентины Я Хочу Благодарить Принимающую Старану Это Была Прекрасная Встреча Прекрасное Место На Встречу И Я Хочу Благодарить Сейчас Секретариат За Всю Ту Работу Которую Он Провел И Хочу Благодарить Всех Организаторов Которые Пригласили Нас Для То Что Можно Было Выступать В качестве Ведущего Человека А Также Всех Коллег Которые Организовали Различные Встречи Там Сессии В Которые Я Принимал Участие Да Но Я хочу Объявить Как Лектор Из Университета Что Уже Шестой Год Мы Организовываем Факультет Впервые В районе Карибского Горя Там Школу По Управлению Интернетом Это Впервые Там Тридата Табаго Поэтому Там Можно Будет Получать Стипендии На Странице Governmental Интернет Точка Орг И поэтому Вам Мы Приглашаем Во всех В район Карибского Моря Поэтому Нам Хотелось Иметь Людей Как Можно Больше Которые Мы Довольны Были Очень Если И вот Этот Проект Карибском Море Он Очень Увлекает А Ольга Не уходите Ольга Я Интересуюсь Может быть Есть какие-то Другие Правительства Предпределители Правительства В комнате Какого рода Почему Правительство Вообще Приезжает Предпределитель Правительства На Айчф И какая Для них Польза От этого Для Предпределителя Это Хороший Вопрос Я Я В общем-то Происхожу Не столько От правительственных Каких-то Организаций Я Преподаю В университете Я Больше Как Многосторонний Представитель Как бы И Я Там Секретарь Интернет Общества Интернетного Общества И так далее И Международного Общества Инженеров И так далее Я там Заседаю В правлениях И так далее Я задала Комиссию Для По Инженерами Поэтому я не могу точно сказать Что я представитель правительства Потому что Но я Нашла Именно то Что вот Многостороннее здесь Участие Это было Главное Главное Была ценность Этого И Вот это Я Действительно Чувствую Что это была Большая честь Мне Что было На этом совещании Что я могла Представлять Свою страну В Тунисе В 2005 Году Поэтому Я думаю Что Правительство Приходит на Айджев Те Которые Приходят сюда И Желают Прийти сюда То тогда Они находят Свою Новую Модель Для Взаимодействия Поэтому Если вы думаете Обо всех проектах Которые проходят В разных странах То Мы видим Что Сейчас происходит При создании Нового контента То это будут Все проекты Очень С многосторонним Участием И это Как Сворено Партнерство Между Правительством И частными Компаниями Университетами Техническими Сообществами Там и так далее Поэтому Не должны Опасаться Того Что такое Есть Многостороннее Участие Потому что Это фактически Происходит Сейчас в нашей Жизни вообще И технология Как бы Объединяет На всех Поэтому Правительство Приезжает сюда Для того Чтобы поделиться Опытом Чтобы узнать Что-то новое И принимать Участие На равной Основе В дискуссиях Спасибо за этот вопрос Лучше будет микрофон Взять просто И держать Его призовой Хорошо Я из Марокко Я Зачитываю Сейчас Это Заид От имени От Двадцати Организаций От делегаций Этот IGF Предоставил нам Большую Возможность Связаться С другими Многосторонними Группами В ходе Наших Сессий Для того Чтобы можно Было На Других Встречах Кулуар И так далее С представителями Правительства С деловыми Кругами И так далее С техническими Экспертами С многосторонними И с институцией Гражданской Общики По всему миру Мы Призываем Всех В институционные Стороны Принимать Участие В будущих IGF Для того Чтобы можно Было бы Укрепить Вот этот Процесс Многостороннего Участия С тем Что можно Было бы Поддерживать Принципы Открытости Прозрачности И вовлечения Всех сторон И так Без IGF Нет Такого места Где бы Представители Гражданского Община Могли бы Собраться С тем Чтобы они Могли бы Выскать Свою точку Зрения И одновременно Могли бы Поговорить С людьми Из частного Сектора От представителей Правительства И с Обществом В более широком Плане Поэтому мы Разделяем Мнение Наше С большинством Участников Здесь Что управление Интернетом Должно быть Равным Но подчеркиваем Насколько важно Сейчас укреплять Вот этот Подход Многосторонний Подход С тем Чтобы интернет Попрежнен Оставался открытым Чтобы оставался Глобальным С тем Чтобы он был Безопасным И устойчивым Для того Чтобы можно было Охранять Выступающих Онлайн Как адвокаты Какого-то дела И поэтому Мы Выражаем Принципы Рекомендаций Такого типа Поэтому Все Те Регламенты Политика Там и так далее И другие Меры Которые Используются С Вот Они должны Придерживаться Международных Стандартов По Ну Это должно Покрывать Теянарн Статью Декларации Правительства Которая гарантирует Право Свободу Выражение Статья Двенадцатая Которая Гарантирует Право На частную Жизнь Двадцатая Статья Гарантирует Право Собраний И ассоциаций Соответственно Очень важно Чтобы все Участники Придерживались Резолюции Двадцать Восьмого Совета По правам Человека Которая Утверждает Что Те же Самые Права Которые Предоставляются Оффлайн Должны Предоставляться Онлайн В частности Свобода Выражения А также Имеется Обязательство В дальнейшем Исследовать Возможности Поддержки Прав Человека Через Интернет Таким Образом Мы хотели Отметить Что Запрет Должен Быть На Незаконную Слежку Со стороны Правительства Здесь Слежка Должна Быть Исключительно Фокусирована На расследованиях Криминального Характера И Соответственно Судебный Надзор Должен Быть В этом Смысле Очень Существенен Также Очень важно Посмотреть На дискуссию Которая Касается Управление Интернета На Региональном Субрегиональном И международном Уровне Очень важно Чтобы Принципы Открытости Транспарентности И всеохватности Были Во главе Угла Мы не Говорим О том Что Многосторонность Должна быть Ради Самой Многосторонности Но Это Принцип Который Обеспечивает Возможность Высказаться Для всех Как на местном Так и международном Уровне Термин Многосторонность Подразумевает Целый ряд Спектров Различных Процессов Участие Различных Организаций И национальные Правительства Соответственно Должны Поддерживать Принцип Многосторонности Своими Искренними Усилиями С тем Чтобы Все Заинтересованные Лица Могли Справедливо Быть Представлены В этом Процессе Транспарентность И подотчетность Последние Пункты Это Ключевые Элементы Дискуссии По управлению Интернетом И соответственно Должны поддерживаться Всеми Заинтересованными Группами Бизнес Бизнес Начинает Понимать Насколько Важна Транспарентность А также Принципы Социальной Подотчетности И ответственности При Ведении Своих Бизнес Операций С клиентами Это означает Также Что Здесь Необходимо Иметь Необходимы Влеченности Правительства Для контроля За соблюдением Этих принципов Транспарентности И подотчетности Это Включает Себя Также Определенного Рода Методы Интернет Контрола Конторы Должны Быть Исключительно Пропорционально И соответственно Применяются Согласно Правовым Документам В Обязательном Обсуждении С Интересованными Лицами В том числе Гражданского Общества Также Очень важно Посмотреть На Возможности Со стороны Правительства Использовать Все необходимые Технические Возможности Для Поддержания Прав Человека В сети Это касается Также И неправительственных Организаций А также Других Интернет Пользователей Нужно Помнить Что Интернет Пользователи Блогеры Участники Социальных Сетей Зачастую В многих Странах Подвергаются Преследованием Даже Физическому Насилию Что Не должно Быть В нашей Практике Соответственно Необладимо Также Отметить Успех Нашей Встречи Несмотря На то Что Мы находимся В курортном Месте Бали Мы смогли Объединить Наши усилия Более Чем Восьмидесяти Стран Однако Три Из наших Коллег Должны Не смогли Приехать Сюда Из-за Проблем С визами Слишком Поздно Пришел Запрос На Предоставление Визы По Прибытию И поэтому Они не смогли Получить Визу Вовремя На Будущие ИГФ Я думаю Нужно Специально Обеспечить Возможность Получения Нашим Участникам Визы По Прибытию И соответствующие Административные Решения Должны Быть Приняты Спасибо Спасибо Теперь Вы Хотели Вы Выступить Мерфи Да Меня зовут Мерфи Колтама Я Представляю МИД Финляндии Я Хотел Бы Ответить На вопрос Почему Правительство Приехали Сюда На Встречу ИГФ Но Прежде Всего Я Хотел Бы Выразить Высокое Уважение Работе ИГФ И поблагодарить Секретариат Который Действительно Выполнил Свою Работу На Должном Уровне Однако С точки Зрения Политики МИД И с моей Точки Личной Зрения Почему Я приехал Сюда На Встречу ИГФ Прежде Всего Потому Что Я Хотел Обсудить Каким Образом Многосторонние Организации Могут Быть В дальнейшем Разрабатывать Своё Участие И укреплять Своё Участие Через Модель Многостороннего Участия Во-вторых Мне Интересно Было Узнать Каким Образом Интернет Может Использоваться Во благо Развивающихся Странам Особенно Наименее Развитым Странам И мне Очень Приятно Что Вопрос Развития Постоянно Звучал В наших Дебатах И Третий Вопрос Касается Прав Человека Которые Мы Обсуждали В течение Многих Лет На Форумах IT ИGF Каким Образом Уважать Права Человека Свободу Выражений Как Это Применяется В сфере Интернета Я думаю Что ИGF Действительно Предоставил Очень хорошую Возможность Единственную На самом деле Возможность Которая В глобальном Масштабе Имеется В рамках Взаимодействия Время Функционирует Время На Половину Своей потенциала С Точкой Зрения Одна из проблем Заключается В том Что Нет Возможности Использовать Нового Исполнительного Координатора И Нанятие Его В частности Таким образом Очень важно Также Посмотреть На Два Фонда Которые Были Установлены За Исключение Малых Кладов В Финансирование Соответственно Я думаю Что Действительно Очень важно Финансировать То Что Действительно Необходимо Финансировать Для того Чтобы ИGF В конечном Счете Имел Стабильность В своей Работе И Чтобы Мы Могли Продолжать Наслаждаться Этими Важными Дискуссиями В будущем Большое Спасибо Пожалуйста Машир Ахман Меня Зовут Машир Ахман Представитель Shiko .com В Настоящее Время Это Платформа Которая Представляет Вопрос Образования IGF Я должен Сказать Является Глобальной Платформой И с этим Имеются Большие Проблемы Но Я хотел Отметить Что Одна Из проблем Которую Мы Сталкиваемся В частности Заключается В том Что Имеется Очень Большой Контент В интернете В основном Он на Английском Языке Каким Образом Мы будем Решать Проблемы Местных Людей С местным Здесь Нужно Решать Эти Вопросы Местного Населения Местные Вызовы И я думаю Что в рамках IGF Одна из проблем Это связанность Телекоммуникационного Уровня Но как мы можем Работать По этой связанности Если у нас Нет хорошего Контента Если у нас Нет достаточных Ресурсов На местном Уровне Потому что Местные Жители Не могут Понимать Английский Они даже Не знают Как работает Фейсбук Вот поэтому IGF Должна Работать В этом направлении Для того Чтобы в конечном Счете Работать На местном Языке Я думаю В Индонезии Имеется Возможность Работать На английском Языке Но для нас Это большая Проблема Для тех Которые Не понимают Английский Язык Спасибо Спасибо За ваше Выступление Да Пожалуйста Вы хотели Сказать Несколько Слов Пожалуйста Меня зовут Чексон Из Вануату Это Тихоокеанское Островное Государство Я Хотел бы Еще раз Поздравить Организаторов IGF с хорошей Работой Это первое Мое IGF В котором я Участвую Я приехал Из Организации Занимающейся Разработкой Правительственной Политики Мы работаем По вопросам Связанных с тем Что Наши организации Зависит От правительства В плане Инфраструктуры Прежде всего А мы Как правительство Продолжаем Поддерживать Гражданский Сектор Для того Чтобы Могли там Осуществляться Необходимые Мероприятия С моей точки Зретья Наша Наша Ответственность Как правительство Гарантировать Доступ Граждан К нашим Услугам Учитывая Что у нас Имеются Конкурентные Приоритеты Таких Как Образование Инфраструктура Глобальное Потепление Климатические Изменения В этом плане Правительство Играет Большую роль В Создании Необходимой Модели Многостороннего Участия С тем Чтобы гарантировать Участие Граждан В развитии Политики Государства Также Что Мы Обнаружили Что Весьма Полезно В этом Плане Это То Чтобы Многосторонние Организации Участвовали И Каждый Имел Из этих Участников Свой Голос Почему Правительство Участвует В ИДЖЕФ Отвечая На этот Вопрос С моей Точкой Зрения Я Я могу Сказать Что Я думаю Что Правительство Должно Брать На себя Лидирующую Функцию В Установлении Модели Многостороннего Участия С тем Чтобы Защищать Интересы Всех Граждан В рамках Продолжающегося Диалога С граждан С граждан Наша Роль Заключается В том Чтобы Развивать Необходимую Политику Учитывая Нынешний Уровень Инвестиций А также Обеспечивать Рост Телекоммуникационного Сектора Так же Как и Других Секторов Нужно Осуществлять Это Подотчетным И Транспарентным Образом И Также Мой Дополнительный Комментарий Заключается В том Чтобы Достигнуть Уровень Многосторонности Мы должны Продолжать Работать Вместе С Развивающими Странами Такие Как Тихостровные Государства Тихоанского Региона Мы должны Укреплять Наш Потенциал И Направлять Проекты На Малые Сравные Государства Спасибо Спасибо Господин Джексон Пожалуйста Сейчас Сессия Открытого Микрофона Мы Обсуждаем Целый ряд Вопросов Которые От Начинается Формата Сессии Мы Слышали Несколько Заявлений Такого Рода А Также Несколько Ответов На Несколько Вопросов Так что Пожалуйста Понимайте Любые Темы Которые Вы Хотели Обсудить В рамках АДЖЕФ Нарбет Ковер Гражданское Общество Несколько Вопросов Относительно Того Что Такое Гражданское Общество И у Меня Есть Целый Ряд Цитат Из Документа Это Кодекс Должной Практики Гражданского Участия Европейского Совета От 2009 Года Там Говорится Когда Мы Говорим Об НПО Там Написано Что НПО Это Организации Гражданского Сектора Включая Группы Добровольцев Некоммерческие Организации Ассоциации Фонды Различные Фонды Пожертвования И Многие Другие Сообщества Ключевой Элемент Деятельности НПО Фокусируется На Социальной Справедливости Прав Человека Демократии А также Верховенство Закона В этих Сферах Задача НПО Заключается В том Чтобы Продвигать И Стандарты Жизни Людей Улучшать Их Соответственно У нас Имеется Много Хороших Материалов В этом Плане Пожалуйста Контактируйте Со мной Лично Для получения Дальнейшей Информации Спасибо Замечательное Предложение Извините Мы хотели бы Несколько слов По этому Поводу Скажем Может быть Позже Потому что В определенном Случае Много Времени Это Займет Я Представитель Фиджи Меня зовут Салла Я От своего Имени Хотел Бы Сказать Что Один Из Ключевых Моментов Нашего Форума Для меня Лично И Мои Пожелания В течение Этого Года Заключается В том Чтобы Иметь Эффективное Разумное Участие В контексте Многих Вопросов Которые Мы Обсуждали В течение Этой Недели Это Очень важные Вопросы Действительно Увеличивать Количество Стран Которые Будут Представлены В МАГ Или Увеличивать Участие Других Регионов Из 160 Стран Из 123 Страны По крайней Мере 90 Принадлежат К региону Развивающихся Стран Большинство Из них Недостаточно Представлены Нужно Также Отметить Что Тем не Менее Необходим Диалог Но Я Хотел Бы Добавить Еще Один Момент Я Не Думаю Что Многосторонность Является Результатом И Методикой Улучшения Результатов Вот Например Что мы Можем Сделать Как Сообщество В этом Плане И Опять Таки Я Говорю Сейчас От Своего Имени Это По крайней Мере Отметить Более Чем Десяти Лет Улучшения Нашей Деятельности Но Очень Важно Отметить Это Повышать Подотчетность И Транспарентность Особенно Это Касается Критически Важных Конфликтных Ситуаций Которые Многие Не Хотят Обсуждать И Соответственно Обсуждать Это В диалоговом Режиме Спасибо 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 Сали Уважаемый Господин Меня Зовут Бен Додонго Я Из Кении Это Мой Первый Форум IGF Я Я Сказал Что Это Также Один Из Важных Моментов Того Что Если 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 Я Не Получил Эту Награду Fire Award Это Действительно Сделано Африник Организация Очень Было Приятно Что Мы Действительно Работаем Сообща Потому Что То Что Я Дел Мы Очень Часто Работаем С Нашими Бизнес Клиентами Мы Помогаем Им Использовать Интернет Возможности Для того Чтобы Объединить Свои Бизнес Усилия Я думаю Что Во многих Развивающихся Странах Многие Люди И будут Использовать Дальнейшим Интернет Прежде Всего Через Используя Потенциал Интернета Для Рассылки СМС Я Думаю Что Здесь Очень Важно Посмотреть На Возможность Того Как Мы Можем Объединить Свои Силы Мы Работаем Может быть Не в основном Мейнстриме Интернета Так сказать Может быть Это Особое Использование Интернета Которое Мы Практикуем Но Еще один Момент Когда мы Работаем С новыми Заинтересованными Организациями Здесь Очень Важно Организовать Метод Нашей работы Через Какие-то Ассоциации С тем Чтобы Быть Более Эффективны Чтобы Получить Больше Возможности Использования Потенциала Этой системы В лучшем Ее Образе Мне Еще раз Приятно Что Мы Много Работаем Вместе Вместе С АДЖЕФ Спасибо Большое Спасибо Сюзан Меня зовут Владимир Радонович Из Диплор Фонда Я хотел Несколько Слов Сказать От своего Имени От своей Организации Прежде всего Это касается Укрепления Потенциала В настоящее Время У нас был Семинар По этому Поводу В целом Осталось Впечатление Что в рамках АДЖЕФ Особенно На уровнях Обсуждений Высокого уровня Многие Представители Частного Сектора Правительства Продолжают Очень часто Используют Слово Укрепление Потенциала Однако Наше Ощущение Заключается В том Что это Становится Избитой Фразой Которая Зачастую Просто Произносится Без каких-либо Дел Таким образом Мы должны Отметить Что потенциал И укрепление Это не просто Тренинги Или сбор В рамках Такого Форума Как АДЖЕФ Что весьма Актуально Конечно На самом деле Речь идет О сложном Процессе Который Подразумевает Онлайн Тренинг Менторство Возможность Укрепления Связи С местным С потенциалом Возможности Получения Стипендий На различные Следования Возможности Углубления Углубленного Участия В процессе Иными словами Речь идет О фундаментальной Поддержке Тех организаций Которые Занимаются Этим самым Укреплением Потенциала Уключая Возможности Укрепления Их работы Через ИГФ Особенно Это касается Частного Сектора И гражданских Секторов Во-вторых Я хотел бы Отметить Электронное Участие Мы Видели Возможности И ограничения Такого рода Участия Удаленного Типа Прежде всего Я хотел бы Поблагодарить ИГФ Секретариат И всю Вашу Администрацию За то Что вы действительно Очень хорошо Работали Но я хотел бы Также отметить Что без Большей поддержки Со стороны ИГФ Это является Очень важным Процессом Опять-таки Здесь не просто Услуги для ИГФ Но процессы Поддержки Работы ИГФ Между Форумами Это очень важная Работа Которая Должна Обязательно Проводиться И здесь Мы не только Говорим Об удаленном Участии Но и о социальных СМИ И недавняя Статистика Которую мы Слышали Сегодня утром Относительно Использование Твиттера И там Было 25 тысяч Людей Которые Посылали Свои Сообщения На ИГФ 2013 С Хэштегами ИГФ 2013 И эти Сообщения В Твиттере Смогли Мобилизовать Более чем 10 миллионов Различных Откликов Через Твиттер Так что Здесь ИГФ Должен Использовать Максимально Силу Социальных СМИ И еще Очень важный Посыл От Санта Луши Она Очень активный Аватар И здесь Очень важно Отметить ее Призыв Пользователи 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 Это очень важный Аспект Спасибо Действительно Очень важно Использовать Этот термин Укрепление Потенциала Здесь Действительно Очень важно Слышать Об этом Теперь у нас Джентльмен Синей рубашки Белый Меня зовут Уэлтер Тенафес Я Говорю От себя О личной роли А также О том Что я наблюдал В течение тех дней Прежде всего Мне очень приятно Видеть Что Вещи Меняются Вот эти Очень важные Тексты Которые Идут Здесь На экране Они Объединяются К нас Так что Очень важно Посмотреть Интерактивность Те самые Интерактивные Семинары Когда Очень много Мы имеем Очень большого Участия Стороны Программистов Со стороны Сотрудников Правоохранительных Органов Что является Очень важным Для наших Дискуссий В будущем В следующем Году Я думаю Будет очень интересно Провести Дальнейшие Дискуссии Я думаю Это будет Хорошая возможность В дальнейшем Их обсуждать Эти темы Думаю Еще один Важный Момент Заключается В том Вот На прошлой Неделе Я был На встрече И это было Очень интересное Впечатление Потому что Мы Не Делаем Вот Подобного Рода IP версию 6 Просто потому Что Очень Часто Они не Могут Работать Через Колл Центр Используя Этот протокол И Иными Словами Действительно Мы Говорим С правильными Людьми В разных Секторах Потому что Некоторые Вопросы Должны Обсуждаться На более Высоком Уровне Потому что Многие Просто не Понимают Почему Нужно Изменять Эту Ситуацию И Соответственно Работать В рамках IP версии 6 Что является Очень важным Элементом Задачи Борьбы С Кибер Преступностью И Соответственно Обсуждать Это На должном Уровне Таким Образом Вот О чем Мы Должны Обсудить Здесь Соответственно Должны быть Более Глубокий Уровень Понимания Со стороны Людей Которые Знают О всех Этих Технических Особенностей Также Мне Очень Приятно Что Все Презентации В рамках IETF Я думаю Что Действительно Сервер Ремен То есть Интернет Рабочая группа Инженеров Интернет IETF Взяла Свою Работу На высоком Уровне Также Я Хотел бы Отметить Что Очень Много Бы Мне Говорили В Твиттере Пользователи Которых Я даже Не знаю Что Они Знают О том Когда я Родился Многие Другие Мои Личные Данные Это Я просто К тому Говорю О том Что Нужно Защищать Личные Данные Всех Участников Интернет Сообщества Еще Раз Я Хотел Поблагодарить Всех Организаторов Организаторов Бали И В Индонезии Этого форума IGF Потому что Этот IGF Очень Очень Отличается Теплотой И дружелюбием Принимающей стороны Итак То есть Вы сказали Что IGF Вебсайт Подвергся Хакерской Атаке Вы это Имели ввиду Как Ну Ну да Я хотел сказать Что у меня Было Твиттерское Сообщение От профессора Права И он Просто Сказал Я знаю Какой ваш Адрес Какой у вас Пароль И так далее И так далее Вот о чем я говорил Что Получилось Так что Они знают Мои личные Данные Ну что ж Я думаю Здесь Здесь мы должны Получить эту Информацию Как можно Раньше Для того Чтобы Исправить Приватность Нашего Сайта Я также Хотел бы Отметить Относительно IPV Версии 6 Я представляю Компанию Которая Работает По IPV Версии 6 В течение многих Многих лет И действительно Это очень Получительная История Которую Можно Почерпнуть Из этого АЧФ Что местные Хосты И центры Сети Которые Работают В рамках Сети Здесь Предоставляют Всем Как IPV Версию 4 И 6 Для сетевого Взаимодействия И в основном Девайсы Используют Здесь IPV 6 Очень Успешно Конечно Несколько Было Сбоев Несколько Дней Дом Назад Через Этой Версии Но Процент Трафика Достиг 20-30% Больше Соответственно Получается Что В основном Участники АЧФ Используют В основном Стандартные Лэптопы Стандартные Смартфоны И такие Уживания Успешно Смогли Смогли Получать Отсюда Всю Информацию И Я в двух Операционных Центрах Здесь Конечно Которые Я Возник Вот Те Кто Обеспечивает Работой Операционных Центрах Это Конечно Действительно Технари И Прекрасные Люди Которые Мне рассказали Все о том Что происходит Поэтому Они видели Что Все было Буквально Взяли Стандартное Железо Они использовали Стандартную Связь С местными Телегуляционными Линиями И так далее Поэтому Фактически Ничего не было Делали И АПВС Шел Уже Вот Внутри Центра Конвенции И так далее Безо Всяких Видов Изменений АПВС Не принимают АПВС Шесть И вот Оказалось Сейчас Что Оказалось Что Вот Прекрасный Пример Как АПВС Можно взять И Предоставить Населению И Поэтому Кроме этого Еще хочу Благодарить За Прекрасное Снабжение Чаем И кофе Во все Часы Во время Конференции Спасибо Спасибо Меня зовут Минна Я говорю От имени Просто От имени Сво себя Я хочу Сказать Такое Пару слов Это Первое О том Что Качество Видео Церемония Открытия Это Которое Пошло бы На ютюб Это Не очень Хорошего Качества То есть Практически Не можем Как-то Воспользоваться Этим С точки С точки Как бы Мидия И СМИ Мы не можем Пользоваться Этим Видео Которое Пошло На ютюб А второе Я хочу Сейчас Сказать Мега И организаторам Что мы Должны Планировать АДЖФ С тем Чтобы Сделать Физические Участники Сделать Чтобы было Больше Электронных Участников Чем Физических Участников Поэтому Как можно Больше Было бы Даже За пределами Должно Должно Быть Больше За пределами Этого Здания Я Следила Сколько Людей Принимает Удаленное Участие Мне нужно Сказать Что Намного Низший Уровень Участия Удаленного В этом году Это Не обязательно Связано С тем Что 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 Там Технические Детали Платформа Может быть Были Низкого Качества Нет Не в этом Дело А потому Что Большая Разница Во время Потому что Огромная Разница Во времени Между Между Бали И Большинством Африканскими Странами Европейскими И Европейскими Странами Поэтому Можно объяснить Очень Небольшой То есть Малый Уровень Участия Удаленного Участия Электронного Участия На В этом плане Еще Говорить Об Электронном Участии Это То Что В Найроби И в Баку Тоже Было Бы Что У нас Там была Особая Команда Которая Занималась Только Социальной Медией И она Была Очень Эффективной Поэтому Я надеялся Что У нас Что Мы ожидали Что Еще Лучше Будет Здесь Команда По Социал Медиа Поэтому Я Немножко Разочаровано В этом Плане Я Один из тех Людей Которые На Твиттере Активно Выступают Но Я Не смогла По-французски Это Делать Поэтому Я надеюсь Что В будущем Году У нас Будет На Неских Языках Будет Команда Которая Будет Принимать Участие В социальной Медиа Которая Которая Сможет Больше Быть Связаться С Большими Большими Каналами И Получить Больше Еще Вводов От Удаленного Участия Почему Мы Необходимо Намерить Лиди На разных Языках Потому что Люди Смотрят На Все Это По-разному Я У меня Не Было До Того Да Мы Не Занимались Просто Какими То Какими То Там Сплетнями И так Дали Мы Просто Контент Распространяли И Это Как раз Необходимо Необходимо Для чего Быть Люди Которые Могли Быть Твиттер Постать Другим Людям Потому что Мы Сможем Будущему Году Будущем Году Мы Этого Достигнем Я Смогу Принять В этом Участие Как С Моего Твиттера Так Как У меня 5000 Пользователей Я Могу Лично Принимать В этом Участие Большое Спасибо Это Очень Важная Ваша Обратная Связь Поэтому Мать Вещать Спасибо Я Потрясающая Работа Которая Проведена Я Когда Был Дело С Работой Маг То Я Знаю Насколько Это Трудно Вот Этим Заниматься Но Лучше Все Чтобы Отметить Это Сказать Что Я Мне Трудно Было Решить Куда Пойти На Какой С Трех Семинаров И так Далее Поэтому Я Когда Знаю Что Столько Много Интересного Происходит Это Очень Успешно Все Поэтому Как Только Закончится Процесс Пересмотра Рецензии Там И так Далее Много Будет Работы Будет И Эта Работа Будет Заниматься Маг Но Как Это Начать Взять С тем Что У нас Большие Вопросы Были Поднаны В ходе Этого Совещания Поэтому Давайте Начинать Сейчас И Будем Идти Дальше Таким Успешным Путем Не Уходите Меня зовут Изуми Я из Токио Из гражданского Общества Я Тоже Член Консультативной Группы По Многостороннему Участию Я Попросил Своего Друга И Хотел Отметить Помимо Того Что Отметить Работный Секретарь Кроме Тоже Отметить Команду Местных Добровольцев И местной Команды Которая Была Назначена От Принимающей Стороны Поэтому У нас Был Вебкаст У нас Была Беспроводственная Связь Там И так Да Поэтому Не знаю Что Был Меньший Бюджет Который Мы Хотели Но Тем Не Менее Я Организовал Один Семинар В отношении Силы Интернета И Который Семь Чтобы Посмотреть На Климатические Изменения Там И так Далее Вместе С Коллегами Которые С 2004 Года Работали В отношении Того Как Как Можно Бороться Вообще С Природными Какими-то Стихинными Бедствиями С помощью Новой Мидии И так Далее Мы Видели Сейчас Что У нас Была У Баку Так На Этот Раз Половина Принимала Участь На Дезья А Половина Была Люди Которые Впервые Приехали На Дезья Поэтому Я хочу Пригласить Людей Которые Принимают Участь В Первый Раз Ваша Открыть На Это Будет Очень Полезным Для То Чтобы Еще Больше Улучшить Качество Ведения Одет И Поэтому Мы Должны Нас Направлять Вот Эти Новички Как Поэтому Я Видел Несколько Подвижек Каких-то Или Реформ Каких-то Действий Которые Были Обсуждали Здесь Различными Людями Впервые И Я хочу Сейчас Поделиться Одной Такой Темой От Моего Друга Который В Который Вчера Вынужден Уехать Отсюда Это Ан Бен Фар Мы Решили Может быть Открыть Какую-то Летнюю Школу Здесь В районе Тихого Океана В Июне Или В середине Июня Возможно В Гонконге И Поэтому Хотели бы Всем Чтобы Больше Принимала В этом Дышение Молодежь Показать И Насколько Важно Это Будет И Это Помимо Вопросы К правительству Почему Приходится Я хочу Попросить Некоторых Спросить Почему Они Не Здесь Я Только Что Услышал От моих Друзей Что Некоторые Правительства Смотрят На Это Как Нелегитимный Международный Форум Как Нелегитимное Что АДЖЕФ Не Является Правительственным Каким-то Форумом Что АДЖЕФ Это Не Такая Международная Организация Которая Достигла Такого Статуса Чтобы В нем Было Обязательно Участие Правительства Поэтому Мне Хотелось Чтобы Передать Сейчас Правительству С Тем Ощущение Что Гражданского Общества Частный Делают Нас Более Легитимными С тем Чтобы Мы знаем Что Из этого Региона Тоже Не так Много Правительства Это Тоже Жаль Очень Жаль Тоже Что Поэтому Хотели Обратить На Это Внимание На Следующих АДЖЕФ Хочу Господин Незуми Я хотел Был Приклад Как Тоже Как И Вы Как Господин Незуми Тоже Поощрять Участников Новичков Которые Первый раз Приехали Затем Чтобы Они Делились В этом Оливье Блод Член Совещательного Комитета Я хочу Сейчас Поделиться С личными Комитет Первый Действительно Мне Очень Мне кажется Что Настолько Стали Более Зрелые Дискуссии Я хочу Поздравить АДЖЕФ С этими С успехом И Что Сейчас Сейчас Мы начинаем Более Глубокие Дискуссии Вести И Иногда Мы даже Приходим К каким-то Приведенным Выводам И Кроме того Уровень Вовлечений Поднялся Тоже Есть Несколько Еще Озабоченностей В отношении Например Теоретических Аспектов Некоторых Дискуссий Принципов Там Что Что Такое Является Благостороннее Участие Как Наращить Потенциал Как Мой Коллега И Друг Владимир Владимирович Сказал Что Он Сказал Что Нужно Говорить Просто Не А Не Только Наращиваем Потенциал Но О том Как Его Осуществлять А для этого Необходим Какие-то Фонды И Фонды Это Вот Как раз То Чего Мы Не Замечаем Сейчас Потому что Недостаточно Сейчас Дается Средств Дается Денег Для того Чтобы Можно было Бы Тестовать Для этого Финансы И Удаленное Участие Тоже Хорошо Но То Что Вы Здесь Находите В одной Комнате В коридорах И так Далее За пределами Его И То Что Вы Когда Вы Общаетесь Со всеми Этими Людями Поэтому Необходимо Иметь От разных Организаций Получать Средства От Частного Сектора В частности Есть Очень Много Компаний Которые Даже Не знают Что Вообще Такой Форум Существует И Что Дискуссии Которые Проходят Начинаются Здесь Они В конце Концов Они Перерастают В нечто Что Отражается На деловые модели Бизнес Объявляет На самом Интернете Поэтому Очень Мало Спонсоров Очень Мало Людей Которые Фонды Которые Могли Бы На этот Форум Привезти Достаточное Количество Людей Поэтому Нам Хотелось Быть Чтобы У нас Было Больше Таких Людей Которые Дают Нам Финансы Потому Некоторые Из Волонтеров Которые Приходят Сюда Они Настолько Один Шамбе Он Приехал Сюда У Него Три Дня Ушло На Путешествие Чтобы Просто Приехать Сюда А Он Пешком Шел А Он Просто Застревал В Аэропорт И Перезаривался Самолет Но Он Оказался Все Так Здесь Люди Которые Приходили Сюда Они Действительно Хотели Быть Здесь Есть Другие Люди Которые За Пределами Которые Хотели Придеть Но У них Не Было Серьезные Медиа На BBC Например То Там Говорится О Твиттере Там О том О IPO И так Далее О Папазоне И так Далее То есть Все возможности В связи с интернетом Но Нет Об IGF Ничего Да Он Говорит Об О GTLD Там И так Далее Но Но Что касается Форума То Очень Трудно Найти Что-то Поэтому Естественно Компании Если они могут Прочитать это В главных Печатных Органах Там И так Далее То Естественно Частные Организации Не знают Об этом И поэтому Было бы Хорошо Достичь Большего количества Людей Потому что Это нечто Что отразится В конечном счете И И на Работе Частной Компании Которая Работает В этом Спасибо Оливье Нам Необходимо Как-то Создать Пресс Офис Создать То есть Или что-то Должно Произойти Такое С тем Чтобы Серьезные Печатные Издания Пришли И Заметили Нас Крис Спасибо Булсон Из Айкинек Мы Регистрируем Адресы В этом Азиатско-тиханском Регионе Я очень Испытываю Большое чувство Энтузиазма То что Это Будет У нас Уже Значит Первый В нашем Второй В Азии Вообще И первый В Восточной Азии Поэтому Нам очень Рад Потому что Это может быть Не был Самый Обширный Но Явно Самый Успешный Айджев И местный Оргкомитет Многостороннего Участия И так далее То они Тоже Они Тоже Заслуживают Пощения Похвалы За то Что они Действительно Смогли Организовать Многосторонний Комитет Они Столько Много Вложили Работы В это И Поэтому Возможно Это Произошло То что мы В Азии Смогли Вот такое Провести Такое Серьезное Мероприятие Я надеюсь Что это Событие Поможет Приведет К тому Чтобы еще На Большем Участию В этом Регионе Поэтому Да Из этого Региона Пока В настоящий момент Недостаточно Много Приведутся Участников Но Тем не менее Это Одно Что Мы должны У нас региональный Был Совещание АДЖФ Он довольно Был успешный Для того Сколько Участников На него Было Там Тоже Его Союз По Корейский Союз По Управлению Интернетом И На этом Корейском Совещании Мы смогли Объявили Об Новом Встрече Это Произойдет В Индии Дата Еще Будет Объявлено Это будет Региональное Совещание Наверное В начале 2014 Года Поэтому Я надеюсь Увидеть Наших азиатских Друзей Других Друзей С тем Что вы не Приезжали В Гайдарабад И хочу Также Призвать Региональный АДЖФ Направляющую Группу По Многостороннему Участию Вы Можете Посмотреть На Сайт Арджев Точка Азия И Посмотреть Там Этот Бабсат Открыт Для любого Человека Который Хочет Присоединиться К этому Хочет Принять Участие В Планировании Этого Совещания Спасибо Спасибо По Вопросу У меня На Всю Комнату Сейчас Следующий Выступает И Вы Сейчас Видели Как По Азуми Уже Говорил В Замечании Когда Он Говорил Что Я В первый раз Приехал На Такое Совещание Я Именно Из-за Пола Я Оказался Здесь Потому Что В Сингапуре Мы Были На Конференции И Я Поэтому Вижу Сейчас Как Я раньше Говорил Абрикос На Совещании И Мы Видим Сейчас Почему Не Рогазовать Несколько Сессий И По Подруководствам Подства Пола С Участием И Помощью Других Участников И так Далее Мы Организовали Сессию На Тему IPRGF И Как Раз Казалось Вопрос О Торговле Что Касается Того Как Это Все Преподнести Нужно Заставить Какие-то Заинтересовать Какие-то Торговые Организации В Айджи Потому Что Когда Вы Принимаете Какие-то Решения Почему Это Важно Я Говорил Почему Я Был Скептиком Но Здесь Тем неем Мы Видимся Что Здесь Очень Ощущение Общности Это Ощущение Общности Уже На протяжении Многих Лет Создавалось Постепенно И Поэтому Сейчас Сейчас Постепенно У нас Все Больше Наращивалось Доверие И Как только Я вижу Когда Сейчас Единство Призывает Тому Чтобы Принимали Участие В этом Торговой Организации И вообще Коммерческой Организации Но У нас Достаточно Гибкости Собрать Собрать Разум Разум В комнате И Так Далее Но То Что Хочу Сказать Сейчас Всем Это Было Успешным Это То Что Мы Могли Поднять Этот Урин Доверие Который Наглубляет Время Конференции Потому Что В настоящее Время Это Чрезвычайно Важно Потому Что Нет Другого Какого Места Сбора Где Такие Люди Как Мы Могли Собраться И Определить Тогда Сказать Что Такое Многостороннее Участие Поэтому Не Недооценивайте Это Это Важное Начинание Спасибо Спасибо Я На Сто Процентов В Прошлом Году Или Или Позапрошлом Году Например Когда Несколько Правительств Приходило На Альджиэф Они Приезжали С Особой Какой То Модель Они Хотели Сесть То есть И С тем Чтобы Это Чтобы Эту Модель Обсуждали В комнате И Чтобы Ее Разобрали Там И так Далее Но То Что Вы Видели Сейчас Еще Одно Правительство Тоже Как Сидело Здесь На Сцене И так Далее И Они Говорили Может Вы не Согласились С тем Что Они Сказали Но Тем Не Не Все Так Они Были Готовы И Вот В Это Должны Были Выступить Это Было Своего Рода Критическим Фактором Поэтому АДЖФ Почему Он Так Важен Это Потому Что Именно И Хочу Добавить Почему Вот Вопрос О Доверии Поднялся Потому Что Мы Сейчас Новая Какая Организация И так Дальше Что О чем Я Говорю Что Вот Эти Вот Это Массированная Слежка И так Это Была Ошибка И Друзья Делают Ошибки Поэтому Если Америка Делает Какие Ошибки И так Далее Поэтому Все Так Сила Эти Взаимоотношений Нужно Иметь Позитивный Взгляд На Будущее И В том Чтобы Верить Друг Другу Чтобы Это Было Встроенное Как Доверие Друг Другу Поэтому Это Было Очень Очень Ценным Поэтому Поздравляю Вас Спасибо Я не вижу Кто Это Там Сейчас Хочет Выступить Господь Предлагает Спасибо Меня зовут Мерю У Дума Я Из Нигерии Это Не Первая Дея Для Меня Я вижу Что Мои Здесь Взаимодействия И Встречи И так Далее Были Продуктивными Позитивными Я Встретила Здесь Очень Умные Людьми С Прекрасными Людьми Познакомилась С ними Могли Общаться Обмениваться Знаниями Информацией Есть Позитивные Результаты Всего Этого Ну Есть Определенный Уровень Забоченности Что Происходит После Когда Вот Этот Закончится После Того Мы Наводим Мосты В отношении Устойчивого Развития Интернета И Вот Это Развитие И Тут Я Должен Скажем Я Из Континента Или Из Среды Которые Доступность Устойчивость И Экономические Факторы Которые Связаны С интернетом Это все Очень важные Факторы Да Мы Говорят Об Удаленном Участие И так Далее Да Ну То есть Когда У вас Есть Доступ Тогда Вы Можете Принимать Участие В этом И Тоже Когда Это Стоит Достаточно Дешево Тогда Тоже Можно Принимать В этом Участие Но Когда Нет Чего-то Доступа Нет Как Вы Можете Принимать В этом Участие Я Не Принимал Участие Во Всех Семинарах Мне Кажется Что У нас Именно Это Была Тема Но Я Не Знаю Были Ли Семинары Которые Были Посвящены В отношении W3C Это Так Назованный Союз Который Занимается Как раз Вопросом Экономически Доступного Интернета И С тем Чтобы Люди Люди Которые Приходят Из Развивающих Стран Чтобы Они Смогли Оплатить Расходы На Интернет Я Должен Сказать Что Должен Быть Особый Семинар О том Каким Можно Семинар Семинар Доступным В развивающихся Странах Особенно В Наименее Развитых Странах Поэтому Некоторые Из наших Правительств Они Один или Два Выступавших Из Которых Я Видел Из Правительственных Организаций Они Не Видят О том Здесь Что Для них Что Они Могут Получить Это Никакие Договора Не Заключаются Это Не Сможет Им Помочь Притворить Какие-то Вечи В Жизнь И так Далее Поэтому В моей Среде Правительство Оно Продвигает Работу Поэтому Надо Учесть Вот Это Я Должна сказать Что Организаторы Они Прекрасную Работу Провели Для Всех Нас И Поэтому Да Мы Получили Большое Удовольствие Спасибо Вам За Надеемся Что Больше Еще Развивающихся Стран Пребудут Сюда И что Интернет Будет Для них Более Доступным И По Карману Спасибо Спасибо Мир Сначала Там Джентльмен Потом Себастье Да Короткое Пояснение Фактически А Это Было Не W3C А Worldwide Foundation Поэтому W3C Это Другое Да Это Техническое А Worldwide Foundation Консотиум Они Занимаются Как раз Вот Это То Работает С Организацией Которая Ушла Речь Итак Я Извиняюсь Я Говорю W3C Это Если Вы Да Если Вы Да Если Если А Да Если Вы Носили На себе Какие Бирки Там И Тогда Это Мы Бы Знали Откуда Вы Происходите Сейчас Том Да Джентльмен Шапки Пожалуйста Меня зовут Анагита Бетте Я Из Нигерии Я Первый раз Приехал Сюда Я Впервые В Индонезии Я Очень Рад Этому Приему И Фонд Дипло Он Помог Создал Через Зачем 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 Информацию И Поэтому Я Люди Которые Получили Соответствующую Подготовку И так Далее Это Они Смогли Бы Чтобы Они Смогли И Необходимо Сделать Так Чтобы Они Использовали Эти Ресурсы Для Участия А Компании Которые Хотят Которые Могли Огадовать Финансирование Там И так Далее Могли Бы Создать Скажем Фонд Для Поддержания АДЖФ И В Третьих Я Чу Сказать О Гражданском Сообществе Нам Необходима Платформа Всем Чтобы Можно Поддержать Региональное Объединение На Национальном Международном Бурде Сем Чтобы Можно Было Прозрачность Была Чтобы Подотчетность Была Поэтому Например Если Вы Говорите Об Многостороннем Участнике Как Организуется Структура Там На Международном Это Мой Вопрос Для Гражданских Общий Спасибо Спасибо Да Спасибо Что Вы Смогли Принять Участие На Это Первом Совещании АДЖФ Наконец Сейчас Себасть Выступит Добрый День Здравствуйте Я буду Говорить на Французском И Я Кроме Этого Это Тоже Нечто Что Было Организовано Пользователями Спасибо За То Что Вы Смогли Вот Это Дать Сейчас Траншипцию Этого Имени Афник Итак То Что Хотел Сказать Сейчас Это То Что Наши Китайские Друзья Воспользуются Возможностью Выступать На своем Родном Языке В ходе Вот этого Совещания И Поэтому Я думаю Что Мы должны Поддерживать Также И Поощрять Всех С тем Чтобы Они Пользовались На Их Своими Собственными Языками То Что Есть Есть Много Разных Языков Это Дает Возможность Что Мы Являемся Что Не Просто Английский Язык Только У нас Это Международный Форум Поэтому Один Предыдущих Спикеров Поблагодарил Организаторов И Сказал Что Наша Организация Была Прекрасной Я хочу Добавить К этому Что Это Было Что Сияло Солнце Наружи И Внутри Тоже Была Как Очень И Поэтому У нас Было Прекрасное Совещание Действительно Необычайные Встречи И Поэтому Тут Наверное С Божьей Помощью Мы Все Это Осуществляли С тем Чтобы Мы Могли Вот Какие Хорошие Встречи Провести А Третья Вещь Которую Хотел Сказать Это То Что Довольно Много Сессий Было Которые Касались Вот Этим Многосторонним Участием Я Надеюсь Что Основой Нашей Дальнейшей Работы Потому Что Речь Идет О Многосторонних Организациях Со стороны Технического Сообщества Гражданского Сектора Правительства И всех Всех Остальных Так Что Я думаю Что Очень Было Бы Полезно Вынести Этот Принцип Как Основу Нашей Работы И Еще Раз Я Хотел Благодарить Всех Организаторов Итак У нас Три Человека Которые Ждут Своей Очереди Выступить Пожалуйста Я уже Хотел бы Ограничить Доступ К микрофону Из-за того Что у нас Больше не осталось Времени Пожалуйста Пинда Вы вначале Будете говорить А потом Следующий Выступающий Вначале Я хотел бы Отметить Что Действительно Я с коммерческой Стороны Участвую В АЧФ Очень приятно Что Здесь Имеется Возможность Такого Участия Я думаю Что Здесь Насколько Важно Платить За Наше Участие Здесь Я думаю Также Что Очень важно Что Это Очень хорошее Информационно-технологическое Мероприятие И Мы Также Здесь Очень Много Говорили О том Что Мы планируем Техническое развитие Прежде всего Африканского Региона Но Также Очень важно Посмотреть Что То Что Аудитория Получает Возможность Технического Развития Присутствия На этом Семинаре Вот почему Собственно Для меня Здесь Очень важно Не просто Для информации Но Также И иметь Хорошие возможности Для бизнеса Спасибо Меня зовут Дезоро Милосович С Филис Это Мой Третий ИГФ И Действительно Мне Очень Приятно Что Я Работал На Всех Этих Форумах Я думаю Что Могу Согласиться С тем Что Было Ранее Сказано О том Что У нас Имеется Очень Хорошее Сообщество Очень Хорошее Доверие Было Построено Между Нами В рамках Этой Платформы Я думаю Также Очень Важно Отметить Что Здесь Очень Вдохновляющая Платформа С участием Представителей Академических Кругов На тех Мероприятиях Которые Были До Собственного Форума Чтобы Вовлечь Академические Круги Улучшить Уровень Таким Образом Наших Дискуссий Наших Семинаров И Еще Один Важный Момент Который Я хотел Оба Отметить Относительно Сессии По Разнообразию И Доступу Это Вопрос Связанный С Целями Развития Тысячелетия По Развитию Телекоммуникационных Технологий Ликвидации Цифрового Развития Также Я бы Сказал Что Было бы Очень хорошим Предложением Чтобы Организаторы Такие Как Интернет Сообщества Могли Работать В Ключе Обмена Друг с Другими Передовым Опытом И Также Я хотел Оба Отметить Что Это Очень Хорошая Платформа В Рамках Того Что Бразильская Инициатива Добавляет Свой Важный Импульс В Этот наш Общий Процесс Спасибо Салатаманика Из Марокко Транскрипции Я хотел Бы Поговорить О вопросе Который Поднял Представитель Нигерии Речь Идет О работе Нашего Семинара В рамках Этого АйЧФ Относительно Выбора Организации Которые Которые Могли Внести Свой Вклад Транспарент И Подотчет Критически Важные Участники Были Представлены И Одна из Общих Угроз Одна из Общих Угроз Заключается В том Что Здесь Должны Быть Четкие Критерии И Более Понимание Точное Относительно Определение Многих Понятий Транспарентности Подотчетности Законодательности Правомощности Вовлеченности Демократизации И Одна из Вещей Которая Возникла Здесь И с этим Это заключается То Что У разных Сообществ Имеют Свои Нормы У технического Сообщества У бизнеса Они Должны Согласовать Кто будет Их Контакт Ном Лицом Но Для того Чтобы Улучшить Разнообразие Участников Мы должны Решать Общие Вопросы Таким Образом Чтобы Материальные Результаты Не заставили Себя Ждать Спасибо Господин Председатель Спасибо Сало Итак Я предоставляю Микрофон Маркесу Я хотел бы Поблагодарить Всех Которые Выступали Сегодня После Обеда На Сессии Открытого Микрофона Особенно Для тех Кто Выступал И Я Очень Коротко Хотел Бы Заполнить Это Время Но Я думаю Что Прежде всего Как мы Приступим К церемонии Закрытия Мы должны Поблагодарить Всех За участие В этой Сессии Нашими Аплодисментами Ну что ж Спасибо Спасибо За Ваше Мнение Действительно Очень Важно Было Отметить Вашу положительную Обратную Реакцию Обратную Связь Я думаю Что мы можем Отметить Прежде всего Что это Очень хорошая Встреча Через IGF Я думаю Это Самый лучший IGF Который Когда-либо Проходивших Я думаю Так же Имеется Возможность И улучшения В дальнейшем И я Думаю Что Ваши Комментарии Были Очень по существу Для того Чтобы построить Климат Доверие Доверие Является Очень важным Элементом Особенно В тот момент Когда мы Говорим Что Наш Круг Доверия Был Разорван И нужно Его Восстановить Это Тот факт Доверия Это тот факт Который Является Основой Нашей Работы Без него Мы бы Не смогли Работать Вообще А так же Зрелость Дискуссии Мы все Видели Что она Была Высокого Уровня За последние Годы Мы Так же Проводили Аналоги С Индийскими Традициями Свадьбы Когда Каждый Клан Встречается Друг с Другом Мои Девушки Парни Из этих Кланов Знакомятся Друг с Другом Между тем Они Весьма 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 Всегда Застенчивы А я не знаю Что это происходит Сейчас Какие-то Помехи И так Мы Учимся Как Общаться Друг С Другом И я Думаю Что Такой Уровень Был бы Просто Немыслим 5-6 лет Тому Назад Конечно Всегда Есть Возможность Для Улучшения Благодарю Завтра Утром Мы Начинаем Этот Процесс Анализа Результатов Этого Форума Начинаем Онлайн Дискуссии Для того Чтобы Каждый Имел Возможность Высказаться Следующая Встреча Будет В феврале Нашего Комитета По Организации Следующего Форума Да Действительно Мы Улучшили Наши Сессии Но Мы Можем Сделать Их И еще Лучше И Как Сказал Коллега Из Что необходимо От правительств Развивающихся Стран Потому что Речь идет Не конференция Которая Была В рамках Какого-то В конечном Счете Которая Бы Разработала Какие-то Соглашения Но Действительно Мы Организовываем Наши Встречи Таким Образом Чтобы Эксперты За столом Могли Решать Вопросы Такие Как Спам Речь Не идет О каком-то Соглашении Но Тем не менее Здесь Очень важно Посмотреть На то Каким Образом Мы можем В конечном Счете Создать Не Конвенцию Не соглашение А какие-то Практические Решения И как Так же Один Участник Отметил Что Идея Заключается Также В том Чтобы До Следующего АДЖИО Форума Создать Какие-то Возможности Для Наших технических Экспертов Обменяться Сомнениями Так сказать Предварительные Встречи Так же Наши Эксперты Академические Представители Идея заключается В том Чтобы они Проводили Какие-то Тренинги Это будет Очень Хорошим Дополнительным Импульсом Для АДЖИФ Для обсуждения Вопросов Политического Технического Характера Так же Еще один Политически Важный Момент Когда мы Видим Больше и больше Высококвалифицированных Инженеров Которые Посещают АДЖИФ Мы В частности Сегодня И на этих Дискуссиях Имели Возможность Заслушать Нашего Участника Который До этого Не участвовал Форум Это Представитель АЭТФ Председатель АЭТФ Это АЭТФ Напоминаю Рабочая Группа По инжинирингу В интернете Я думаю Что это Очень важные Позитивные Явления И да Действительно Прозвучало Очень много Предложений О том Как организовать Сессии О том Как сделать Их Лучше С точки Зрения Материальной Результативности Мы Пытаемся Это Осуществить Но пока Что Конечно Не Достигли Желаемого Нужно Организовать Встречи Таким образом Которые Бы Позволяли Приводить Какие-то Чтобы эти Сессии Приводили К каким-то Конкретным Результатам Принципы Многосторонности Принципы Управления Интернетом Действительно Мы По этому Поводу Проводили Очень хорошие Дискуссии Мы будем Проводить И дальше Тоже самое Роли Правительств Я думаю Мы здесь Преобразовываем Идеи Которые Мы Обсуждали Один из Участников Отметил Что действительно Мы Можем Привести Прийти К мнению Что здесь Нет На самом деле Никакого Антагонизма Между Правительствами И другими Участниками На самом деле Они должны Работать Вместе В сотрудничестве С тем Чтобы интернет В конечном счете Работал Должим Образом Итак Давайте Теперь Будем обсуждать Как лучше Улучшить нашу работу С тем Чтобы следующий форум Был даже лучше Этого Действительно Подобного Рода Аудитория Она Весьма Может быть Не так Подходит Для такого Рода Работы Предыдущие Аудитории И их Расклад Был более Подходящий Для такой Интерактивной Дискуссии Нужно Учитывать Что у нас Все Здесь Подготовлено К Церемонии Закрытия Поэтому У нас Вот сейчас Такая Обстановка Здесь Но я думаю Что здесь Очень важно Посмотреть Как проводить Интерактивные Наши Сессии И Соответственно Может быть Здесь Нужно Более Быть Настойчивым В рамках Наших Интерактивных Сессиях Тем Чтобы В конечном Счете Быть Более Интерактивными И здесь Очень важно Посмотреть На то Что у нас Должно Быть больше Флэш Сессий Как мы Как мы Называем В нашем IGF И мы Должны Соответственно Двигаться В сторону Еще Большей Интерактивности Кроме Того Что касается Модерации Это Также Очень Важный Момент И здесь Нужно Посмотреть Каким Образом Модераторы В конечном Счете Приходят К какому То выводу В результате Дискуссии Отвечая На запросы Участника С этим Я Хотел бы Еще раз Поблагодарить Вас За чрезвычайно Важный Вклад Мы Попытаемся Проводить Оценку На нашем IGF Веб-сайте Ваших Дискуссий С тем Чтобы каждый Мог Также Внести Свой вклад Электронным Образом Но первый Вклад Который Был Сделан На этих Дискуссиях Очень Очень Важным Спасибо Теперь Мы Будем Закрывать Эту Сессию И через Шесть Минут Мы Продолжим Работу В виде Уже Церемонии Закрытия Спасибо И сейчас Шестиминутный Перерыв